Доброе утро, дамы и господа. Серёжная у неё пикалка, аж по ушам режет. Хороший аппарат, да? Незачетная техника. Доброе утро, дамы и господа. Красавчик, езжай, езжай, езжай. Миллиметражы. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Парни трудятся, работают. Блин, вот это вот мне больше всего бесит, когда стекло пускаешь, поднимаешь, оно все грязно. Видите, все просто в говне. Как няли под резинку что-то попадает, или пыль садится на стекло, размазывается. Короче, я не смог вылезти, здесь видите, вода. Он ко мне подъезжал талону, забирал, красавчик. Там талончики выдаются, короче, это на погрузку. Вот нужно его отдавать, чтобы грузили тебя. И с этой стороны, ребят, тоже. Здесь еще больше воды. Там почти труба в воде, выхлопная. Резина по диске, короче, в воде стоит. Вот здесь самая глубокая, там ямка такая. Там почти пол колеса скрывается под воду. Все, ребята, я загрузился, фаиль заезжает в погрузку. Дождь, короче, делает свои вещи. Залил, все. Все, ребят, выехал с карьера. Сегодня у меня вторая смена началась. Вот я вчера денечка откатал, сегодня второй день начался. 1111, короче, 4 единицы. А все там жужжат. Да хули ты катаешься здесь по местности, по области. Да, что у вас там плечо, 100-200 километров. Да какой ты там, нахуй, дальнобойщик. Ребят, запомните, я никогда не говорил и нигде не говорил, что я дальнобойщик. Нигде. Никогда. У меня смелости, да и, наверное, совести не хватит себя назвать дальнобойщиком. Потому что для меня дальнобойщик, ребята, понятие совсем-совсем другое. Я проехал, вот еще, ну, я вчера сколько, ну, тыщенку, да, не, не тыщенку, где-то вчера, наверное, 900 проехал, сегодня назад вернулся, ну, вот, да, как раз пару соток назад вернулся, вот, еще 100, сейчас туда, да, ну, сегодня, наверное, только вечером, вот, просто, можете так, вот, запомнить, да, сейчас вот, еще 100, вечером покажу, если не забуду, около двушки, наверное, должен быть. Все там пишут, о, да какой ты, нахуй, дальнобойщик, ты тут, блядь, катаешься по местности, ты ездишь здесь рядышком, тут вот-вот-вот, вокруг области, Москва, тут, блядь, у тебя плечи там по 100 километров, по 200. Ребят, я никогда и нигде не говорил, что я там какой-то супер-пупер-пиздатый дальнобойщик, как мне это пишут в комментариях частенько, пытаются меня, наверное, зацепить или обидеть, я не знаю, что вы там хотите, просто, вот, просто видео там, допустим, я, не знаю, даже с моря, и просто какой-нибудь чувак там, ну, вставил свой комментарий, да какой ты, нахуй, дальнобойщик, ты, блядь, обычный самосвалист, там, что-то типа того. Ребята, да ни в одном ролике я нигде не говорил, что я какой-то там дальнобойщик, там, супер-пупер, тем более пиздатый, как некоторые выражаются. Да у меня совести не хватит, да или, наверное, ну, не позволит просто. Ребят, для меня вообще дальнобойщик, это слово, как бы, совсем понятие такое, знаете, ну, другое, как у многих это, если работает на большой машине, то все, он дальнобойщик. Для меня дальнобойщики, это те люди, которые за всю, я не знаю, жизнь там повидали все, прошли и Крым, и Рым, как говорится, там, да, огонь и воду, и медные трубы, там, да все они прошли, они все повидали. Для меня это взрослый мужик, вот, допустим, где-то на стоянке будет стоять коллега, да, ему будет лет 50, вот, и мне ему в глаза стыдно будет сказать, что я дальнобойщик, потому что, блядь, с моим стажем, блядь, сколько там, 6-7 лет это, блядь, я еще для него сынок, а не какой-то там дальнобойщик. Я просто, понимаете, ребят, поражаюсь над теми людьми, которые пишут мне там в комментариях, то, Алян, да ты не дальнобойщик, да я ни в одном ролике-то не говорил, что вы, блядь, там затрахтели, ты не дальнобойщик, ты не дальнобойщик, да я нигде и не говорил, что я дальнобойщик, покажите мне ролик хоть один, или там покажите надпись, где я написал, что это я дальнобойщик, или я где-то в ролике сказал, там, здравствуйте, с вами, блядь, Анатолий дальнобойщик, или где я это сказал, слово дальнобойщик, с хуя ли вы взяли, что я вообще дальнобойщик. Ребят, с моим опытом и стажем я еще не дорос до дальнобойщика, по сравнению, допустим, с коллегами, которые прошли, я не знаю, ни один миллион километров за рулем, у которых стаж по 15, по 20 лет. Вот это я понимаю дальнобойщики, самые настоящие дальнобойщики, которые, я не знаю, вагон дошараков сожрали, которые двигателя и коробки перебирали, я не знаю, в дороге. Вот это я понимаю дальнобойщики. А не важно, что они там возят и на чем они ездят. Либо он на зерновозе ездит, либо он там мясо возит на рефе, либо он там чипсы или конфеты возит, либо там стройматериалы он возит. Не важно, на чем он ездит, это для меня понятие, не важно, что ты возишь. Для меня просто понятие совсем другое дальнобойщик. Это люди взрослые, которые уже повидали очень много, которые проехали всю землю, можно сказать, всю Россию, от А до Я, и не только Россию, и по Европе, которые ездили. Вот это я понимаю, что люди дальнобойщики. А по-вашему, какое понятие, если человек всю жизнь проездил дальнобойщиком, да, у него там 20 лет, допустим, стажа, он устал, он не хочет, допустим, ему надоело кататься, да, по Европе, по России, он, допустим, ну все, ему надоело, не хочет он больше ездить. Он хочет рядом работать с домом, находит себе работенку где-то, да, ну, допустим, возьмем, ну, пусть он будет там, ну, стулы, да, такой вот какой-нибудь коллега, Олежка. Вот, находит работенку кататься на Москву, плечо тут сколько, ну, пусть у него будет 100 километров, да, либо он будет пусть с Москвы, найдет работу, где он будет там по области вот так вот ездить, по московской, день отработал, а ночь дома. Так что, по-вашему, он все, не дальнобойщик больше, он 15 лет, там, 20 лет отхуярил, был дальнобойщиком, а сел на ближний маршрут, и кем он для вас стал, все, курьером, блядь, доставщиком, клювым. Я не знаю, кто это пишет, либо это дети такие пишут комментарии, либо, я не знаю, ну, для меня, допустим, понятие дальнобойщик, это человек, который, блин, больше полжизни провел в кабине, который повидал очень много и может рассказать много за дорогу, за машину, да и просто, ребят, какие сейчас такие дальнобойщики, которые пришли, новую машину получили, да, он сел, я не знаю, с Москвы до Владивостока съездил, или там до Хабаровска, назад вернулся, обклеился наклейками, там, плейбой-дальнобой в канале, все дела и все, там, супер-пупер дальнобойщик, для вас такие, что ли, дальнобойщики, который, блядь, на дальний рейс съездил? Нет, для меня это не дальнобойщики, для меня дальнобойщик мужик это, который, во-первых, в первую очередь, об этом не кричит, это раз, во-вторых, это который, блядь, лет там, я не знаю, 10, 15, 20 лет у него стажу, не просто по правам, а именно за рулем и на дороге, который, блядь, начинал не просто, сел на иномарку, да, какую-то, потому что раньше не было иномара, которые раньше были какие-то там МАЗы, КАМАЗы, я тоже с этого начинал, я начинал с самых древних, старых КАМАЗов, которые, коробка обычная, пятиступка без делителя, вот я на них начинал ездить, потом, да на всех КАМАЗах я переездил, эти КАМАЗы перебирал так же, работал так же на китайце, блядь, и двигатель разбирал, и коробку разбирал, и мосты перебирал, ребят, я как бы не просто, получается, сел на новую машину, да, сел и поехал, как там бывает, некоторые выражаются, я в свое время тоже гаек покрутил, и колеса покрутил, и гаек покрутил до категории Е, работал на одиночках, набирался опыта и стажа, раньше было проще подойти вот просто какому-нибудь старенькому там коллеге, подскажи, да, там, как правильно там вкладыши протягивать или еще что-то, сейчас ты спросил молодого поколения, как там протянуть вкладыши, да он даже не знает, что такое вкладыши, блядь, все, я выбрался на двойку, на двоечки, на двоечки, короче, ребят, это лично мое мнение, и может быть кого-то обидел, но чем-то я не знаю, строго как бы не судите, не обижайтесь, ну, у меня, допустим, такое понятие о этой сфере работы, а кто что там возит, неважно, кто там возит макароны, либо мясо, либо кто-то работает там на разных структурах, есть обычные даже просто ребята, обычные коллеги, которые себя в грудь никогда не бьют, они молча работают и работают. Как это, ребят, делаю я? Я молча работаю, зарабатываю для своей семьи, снимаю просто свой личный блог, рассказываю просто о своей работе, я никогда не кричал и не говорил, что я там какой-то дальнобойщик, как мне это все пишут в комментариях, да какой ты нахуй дальнобойщик, да какой ты, заладили, вот они прям затарахтели, блядь, чё тарахтеть, я что там в каждом ролике это говорю? Нет, да это я вообще этого ни разу не говорил, потому что просто, я просто в каждом ролике, каждый божий ролик открываю, читаю комментарии, и кто-нибудь-то найдется, где напишет, да какой ты нахуй дальнобойщик, просто все, не в тему просто, к чему это было сказано, они пытаются меня как-то зацепить, да мне по барабану, да потому что, ребят, я никогда себя не называл дальнобойщиком и не назову, потому что у меня совести не хватит, потому что с моим опытом и стажем, ну я еще не дорос до коллег для взрослых, которые мужикам по 45, по 50, по 60 лет, которые за рулем, я с ними поравняться, да не смогу, может быть, там лет через 10, я там через 15, если я так же продолжу работать, ну может быть, я там могу, да, озвучить, что я там, допустим, я вот там дальнобойщик, а так я пока просто, ребят, я водитель большегруза, просто работаю на большой машине, работаю, допустим, ну ребята, фонтаны льют, я просто работаю на большой машине, все, я когда мелким был, вообще маленьким был, у меня батя комбайнером на Дону работал, зерно молотил, вот, и я катался с соседом, да, с соседом катался, казак был, вот, Юра, я с ним катался на КамАЗе, зерновоз, с прицепом, он возил то на то, кто бывал на элеваторы таскал, вот, он говорит, типа, ну вот они там дальнобойщики, 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 и мне просто вот эта работа понравилась с малых, малых лет, я это начал просто, не знаю, к рулю привыкать, он мне там даст порулить, батя даст мне там порулить, мне это нравилось, так он работал сначала на совхоз, там, да, работал на организацию, а потом он ушел, продал дом, продал машину, продал хозяйство, все продал, жену отправил к родителям, купил себе КамАЗа, зерновоза с прицепом и уехал на год работать, вот, потом вернулся, купил себе назад дом, купил машину уже, жене и детям купил, квартиру купил, и у него уже там сейчас, ну, порядка, я не знаю, трех или четырех КамАЗов, зерновозов, сам на себя он работает, красавчик, вот, а до этого он работал там, также на фурах, также он там везде работал, ну, он считает, ну, я его считаю дальнобойщиком, потому что он раньше там, ну, много-много лет он откатал, да, в дальнобое, сейчас он просто купил себе КамАЗа, зерновоза, сам поработал, там, допустим, обустроился, купил еще парочку КамАЗов, разросся, и он сейчас сидит дома, как бы, вот, не знаю, чем он там, чем занимается, на него машина работает, но даже если он не работает, он все равно заслуженный уже дальнобойщик, как это по мне, потому что у него, ну, за плечами, ну, лет 30 стажу, потому что он отпахал, и он побывал везде, он многое повидал, и он перебирал эти КамАЗы, и у него там и мосты отлетали, разваливались, и коробки в дороге они перебирали, и все я это вот просто, ну, знаю, и для меня вот такие вот люди, дальнобойщики, которые именно со стажем, с опытом, с многолетним, которые отпахали много-много-много лет, и только вот этих я могу, ребят, назвать дальнобойщиками, а вот сейчас, который молодежь, только вот он пришел, сел, вот он только получил машину, он сделал две ходки там во Владик, допустим, куда-то, я не знаю, в Новосибирск, в Хабаровск приехал, и говорит, все, он дальнобойом, что ли, стал, потому что он на дальняк сходил, нет, ребят, нет, для меня это не дальнобойщик, это просто, ну, не знаю, он слаще морковки-то еще не ел, какой он может быть-то дальнобойщик, поэтому, ребят, может быть, кого-то даже и обидел, но мне кажется, сначала нужно набраться опыта, стажу, а потом в грудь себя бить и кричать, что какой-то супер-пупер дальнобойщик, я, ребят, нет, я обычный водитель, водитель большегруза, стажа у меня не так особо много, работаю не так уж и много на грузовых машинах, где-то, ну, лет 6, около 7 лет я работаю на больших машинах, для меня это, не знаю, для меня это, да можно сказать, как будто я только стажировку прошел, не знаю, я только вот все познаю, мне нравится познавать, мне нравится разбирать там, что-то ковыряться самому, ну, вот это вот кайф для меня, а вот эти вот новые дальнобойщики, которые сейчас получили новую тачку, прыгнули, которые кричат, да я ее не обязан делать на это сервис, и есть, я водитель, он просто водитель, он просто руль крутить собрался, а то, что там сломалось, на это, говорит, есть лесаря, там на это есть там шиномонтажники, они не хотят ничего делать, есть такое просто поколение, это, ребят, ну, не ко всем же, соответственно, относятся, а к таким людям, которые вот кричат, что они дальнобойщики, которые вот месяц-два поработали или полгода, и кричат, слышь, да ты какой нахуй дальнобойщик, я вот, блядь, две собаки съел уже нахуй, и когда мы с ним с человеком разговаривались, просто нормально разобщались вконтакте, а он, оказывается, все, 6 месяцев работает, сел, вот только категорию получил, и он кричит, да какой ты нахуй дальнобойщик, да я знаю, что повидал, да он мне там так написал, расписывал, и когда в итоге мы с ним разобщались, я его раскрутил, он, оказывается, полгода как работает только, и он кричит, что он там дальнобойщик, ну, извините, для меня понятие совсем другое дальнобойщик, поэтому, если кого-то обидел, прошу понять и простить, ребят, набирайтесь опыта и стажа, и никогда не кричите, что вы какие-то там супер-пупер дальнобойщики, я, заметьте, это никогда не делал и не собираюсь делать, парни, поэтому не меряйтесь письками, кто, что там возит, кто на что возит, мне кажется, неважно, есть водители и на газелях работают дальнобойщики, которые также там и с прицепами на длинных газелях и на газонах, также катаются под пельняком, также спят в тачках, кто спит, матрасы раскидывают, куда на крышу лезут, куда спалки есть, конечно, тоже на дальнях ходят, их тоже можно назвать дальнобойщиками, потому что они так же, там, по 10 лет, по 15 лет могут кататься на этих машинах, и что они теперь никто, я считаю, что мериться здесь письками точно не нужно, кто что возит, неважно, важно, мне кажется, просто уважать друг друга на дороге, как-то взаимопомощь какая-то, хотя бы была, ну и, конечно же, ребята, чтобы, мне кажется, не было такого, как у меня происходит там в комментариях, я вот такой сякой, я крутой дальнобойщик, я вот столько много откатал, я туда ездил, я сюда ездил, а ты вот никуда не ездил, и я просто и не рассказываю, куда я ездил, что я делаю, мне это просто не нужно, и, ребят, всем, каждому, тем, кто мне писал, и ВКонтакте, в личку пытался насрать мне в комментариях, чтобы там что-то не объяснить, что Толяна какой-то, нахуй, дальнобойщик, блядь, да ты такой, блядь, как там, как-то еще выражается тебе, это, блядь, ближний бой или что-то такое, я таких слов даже не знаю, да какая разница, ребята, какая разница, я наматываю, я утражу больше, чем некоторые, там, на дальняк ездили, но я этим просто, нахоробуюсь, и никогда в грустье не бил, и не говорил, что я какой-то там, что-то, как-то признатый, нахуй, сильно, никогда не говорил, потому что для меня это совсем другое понятие, вот когда будет у меня много опыта, когда будет у меня много стажа, тогда, может быть, еще и поговорим, тогда, может быть, что-то можно будет сказать, а пока я просто обычный водитель бывший, как, в принципе, это не все, кто такой вообще, как по правилам, да, кто такой длиннопочка, это все водители больших грузных машин, которые перевозят грузы, продукты, там всякие стройматериалы на дальние, там, длинные расстояния, если у меня здесь плечи по, в одну сторону, по 200, по 250 километров, это не значит, что я там, как мне там писали, не таксист, а как-то, блядь, типа, курьер, блядь, нихуя себе курьер, ну, придите курьером, поработаете, 250 туда, 250 назад, 250 туда, 250 назад, две ходки лопануты еще проехал, вот, ребята, потом вы, как бы, судите, какое мне плечо, некоторые, наверное, думают, что я просто за день 100 километров, проезжали 200, нет, ребят, поэтому, ребят, не хоро-хоритесь, и пейте себе в уру, что вы там какие-то специалисты, на каждого специалиста найдется другой специалист, я этого никогда не делал, не собираюсь делать, поэтому, кто там кричал, уезжал, кричал, в комментариях там строчил, что какой-то, в общем, обломайтесь, ребят, я этого никогда не говорил, и нигде не написал, поэтому...